Доброе утро, Беларусь! Доброе утро, страна! Татьяна Матусевич, Лена Можейко, мы продолжаем вас немножечко, так знаете, немножко подначивать и искушать. А все дело в том, что впереди ведь прекрасный романтический праздник, 14 февраля, именно в этот день на сцене Дворца Республики выступит Анна Трубецкая в сопровождении Президентского оркестра Беларуси. Именно эта замечательная девушка с замечательным вокалом сегодня у нас в гостях вместе с главным дирижером Президентского оркестра Виталием Кульбаковым. Анна, Виталий, доброе утро! Доброе утро! Ну, расскажите, пожалуйста, начнем с истоков. Вообще, как пришла идея такого совместного концерта? Я уже долго слежу за творчеством Анны. Творчеством, конечно, ее конкурсным творчеством, когда она представляет нашу страну за границей на разных международных конкурсах и конкурсах, которые проходили в нашей республике. Совместный концерт был предопределен тем, что мы уже не раз встречались с Анной на разных концертных площадках. То есть Анне уже приходилось работать? Конечно, у нас накопилось очень много репертуара в оркестре. Концерт, я вспоминаю, День Победы, День Победы на площади Победы. Концерт Дня Письменности в Кополе. В общем, безусловно, есть что вспомнить, это мы уже поняли. И плюс ко всему, наш концерт, это как начало цикла нового проекта, новые имена. Молодые новые имена. Да, это администрация Дворца Республики запустили такой проект в поддержку молодым артистам. И я далеко не первая, кто будет участвовать в этом проекте, но для меня большая честь открывать его и устоять у его истоков. Ну и вообще, вот сольный концерт для артиста, это, знаете, некая такая черта, рубеж, итоги. Ну и нам, как слушателям, зрителям, хочется узнать, что же будет на этих итогах. Что-то новенькое услышим, что-то из любимого вами творчества. Я думаю, что именно этот концерт, это больше не итог, а начало чего-то большого и... Серьезного. Да, большого и серьезного. Это будет не просто концерт, это будет такое мое откровение, знакомство со зрителем. То есть, это не просто концерт, это экспириенс. Там будет много использовано новых режиссерских моментов, в которых даже я, как артист, раньше не принимала участия. То есть, будет диалог со зрителем. Анжелина Микульская, наш режиссер, придумала эту концепцию, чтобы создать вот эту вот близость со зрителем, и ощущение, как будто бы мы просто разговариваем где-то за чашкой кофе. Потрясающе. И меня спрашивают о моих этапах моего творчества. Мне очень нравится вот это сочетание. Знаешь, будет именно концерт под стать тебе, потому что ты достаточно технически сложный артист, и, соответственно, программа будет такой же. Более того, у тебя в сторис, честно признаюсь, я подсмотрела, вы рассчитываете время буквально по секундам выхода, там, из гримерной до сцены. Действительно такой серьезный подход. Да, потому что концерт все-таки живой звук, оркестр, и мы готовимся очень плодотворно. Буквально после нашего эфира мы едем с Виталием Григорьевичем на репетицию. Репетицию, да. И, конечно же, нужно рассчитать все нюансы. Мы просто выбирали расположение гримерки за сценой, чтобы понимать, есть ли у меня там три минуты, пока оркестр играет инструментальную музыку, переодеться. Все в моменты учитываются. Это очень важно. А вот что касательно номеров, вы как-то совместно с Виталием определяли, что войдет в концерт? Виталий Григорьевич, расскажите. Начался концерт. Наш концерт мы создавали. Было 30 номеров. Масштабные. Да, масштабные. Но мы подошли уже к финальному сету нашего концерта. Я думаю, что будет где-то около 25 номеров. Около 25 номеров. Ну, несколько номеров вырезал я. У нас каждый свой номер отбивала. Отставила до последнего. Ну, вы человек опытный, просто я понимаю, вы уже представляете себе полную картину, как это драматургически будет выстроено, правильно? Хочется сделать такой лирический, любовный, красивый вечер, чтобы он не был не очень большим, чтобы зритель не успел устать на концерте, чтобы все было на одном дыхании. А у меня называется «Дорвалась», и хочется все, и вот это, и вот это, и подарить зрителю такую музыку, и другую. Но вот Виталий и Анжелина жестоко забирали у меня номера. Я соглашалась, принимала 7 стадий неизбежного, и в итоге мы убирали эти номера. Хочется еще немножечко инсайдов. Кто будет работать вместе с вами на этой сцене? Помимо Анны. Большущая команда режиссеров, постановщиков, сценаристов. У нас реально большая дружная команда. Но в наш концерт мы пригласили также имена, которые уже сияют на эстраде. Это Евгений Курчич, Иван Сданюк, Ксения Галецкая. Это будут гости моего концерта, талантливые коллеги, которые споют со мной и потом исполнят свои сольные песни. Да, то есть они придут со своим репертуаром. Да, мы сделаем что-то вместе, и я уступлю сцену коллегам, и они исполняют что-то свое. Ну и, конечно, хочется спросить, вот почему зритель должен прийти? Хотя мы уже и так много чего рассказали, что это будет замечательное мероприятие, такое романтическое, нежное. Вот все-таки, да, почему зритель должен прийти? Этот концерт особенный, наверное, тем, что у зрителей есть возможность прикоснуться к истокам зарождения меня как артиста, вот на таком большом уровне, с престижным коллективом, в престижной площадке. Этот концерт особенный тем, что он будет непривычно откровенным. Непривычно откровенным, непривычно честным и по-настоящему музыкальным. Поверьте, когда мы проводим репетиции, я ловлю себя на мысли о том, что это не концерт, это какое-то поступление в консерваторию. Потому что нет ни одного номера, где можно отдохнуть. Но и в этом интерес. Где сложность, там интерес, там точка развития, и для нас этот концерт очень многое значит. Для вас опыт, а для нас, зрителей, только у славы для глаз. Но я напомню, что у нас в гостях были Анна Трубецкая и главный дирижер президентского оркестра Виталий Кульбаков. Напомню, что прекрасный концерт состоится 14 февраля, уже в следующий понедельник. А билеты, кстати, еще есть? А то мы так рассказываем. Билеты есть, и что самое главное, мы приглашаем всех зрителей на наш концерт, приглашаем вас, будем очень рады вас видеть и по-настоящему обещаем, что вы не забудете этот концерт. Мне тоже кажется, что атмосфера обещает быть такой по-настоящему комфортной и домашней, душевной.